Вы знаете, более двух с половиной лет едва ли не каждый украинец думает об окончании войны и о победе Украины. Причем большинство не разрывают эти понятия. Конечно, очень много прогнозов, конечно, очень много разных мыслей по этому поводу. Вот я единственный, наверное, не наверное, а точно, я единственный, кто публично сказал уже полгода назад, что в этом году война, горячая фаза войны закончится. Больше никто этого не говорит. Многие говорят, зачем ты такое говоришь, но это же неправда, а я чувствую и практически, можно сказать, знаю, что война, горячая фаза закончится в этом году. Что вы думаете об окончании войны? Оно близко или нет? Нет, я не думаю, что оно близко. Оно могло бы закончиться все, если бы Украина была бы сломлена, потому что все равно задачей каждой войны является слом. Прежде всего слом и прежде всего я как бы плохо оперирую такими понятиями, как дух, как там национальное самосознание. Тем не менее, такие вещи существуют, они абсолютно искусственные, но они есть и они определяют все. И говорить про то, что сейчас возможно прекращение войны, возможно утоление взаимной ненависти, я не вижу такого. И, например, я вот замечаю, что тот же самый, да, Угледар, когда был сдан, он не вызвал в России ликования и паники. Вот это сдача. Хотя пропаганда навязывала, предлагала эту эмоцию, хотя пропагандисты сияли, лучились, демонстрировали. Вот они выступали в роли таких аниматоров, массовиков, затейников, которые должны были поднять граждан на ликование и, по крайней мере, по улицам с бело-сине-красными флажками должны были бегать какие-нибудь городские, хотя бы сумасшедшие. Этого не произошло, потому что любой русский военный успех, он очень остро воняет преступлениям. И это стало понятно даже самым прожженным оркам. Любое продвижение, любая оккупация очередных развалин с предварительной завалкой этих развалин трупами записывается даже уже россиянами, в общем, не как подвиг и не как свершение, а, в общем, как усугубление колоссальной и неискупимой вины. Понимаешь, Чикатилов в свое время тоже одерживал победы. Он победил там Елену Закотнову, зарезав ее ржавым ножиком. Он удушил Ларису Ткаченко и потом аскальпировал. Он вырезал матку там Ольги Куприной. И он считал это все своими победами. Но это были просто очередные преступления, которые только усугубили его приговор и сделали его имя уже совсем мерзко нарицательным. Мы вот видим, что и сейчас мы уже понимаем, что между вторжением России 24 февраля в Украину и вторжением Хамас 7 октября в Израиль никакой разницы нет. Одинаковая мерзость в одинаковой стилистике, одинаково дикарская. И Хамас получил по заслугам, как и все его вдохновители. Вот по логике, конечно, точно так же должны были бы развиваться события и в украинской войне. И ответом на бандитское вторжение 24 февраля должно быть именно то, что стало ответом на вторжение 7 в Израиль. Это было бы, несомненно, если бы так называемая справедливость была бы заложена в основах мироздания. Но ее там, извините, нет. Есть беспощадная и безразличная к страданиям людей эволюция. Но, да, справедливость иногда совершается, но ее всегда надо делать вручную. И мы видим, что эта война не может прекратиться в этом году, потому что, ну, пока не удалось, пока не удалось эту справедливость, которую все равно жаждет им. И теперь уже и мир, не только Украина. Вот не удалось эту жажду утолить. Более того, мы видим, что она не может закончиться еще и по той причине, что идет бешеная, лютая возгонка в самой России. Антиукраинских, античеловеческих, антимировых, антизападных настроений. Они приобретают бешеность, они приобретают особую рельефность, фактурность. Они не уменьшаются, они не нивелируются, они растут. Ты обрати внимание в этом году, как проходил крестный ход в Петербурге по Невскому проспекту, где просто вот это было такое уже подлинное, натуральное гитлеровское шествие с выкрикиванием «С нами Бог!». Ну, кстати говоря, вот тут тоже... А в Питере это всегда было живо? Понимаешь, нет, это в Питере, это в Питере был построен для того, чтобы с этой гадостью покончить, да? И он свою историческую роль великой декорации предал. Но вообще вот эта вот идея про то, что с нами Бог не оставляет россиян, идея предельно глупая, потому что христианский Бог, конечно, предельно жесток, предельно истеричен. Но он никогда не вписывался ни за какие этносы, кроме еврейского. И не сообщал, что его взгляды по этому вопросу изменились. Он в свое время абсолютно отчетливо прогудел. «Я послан только к овцам дома Израилева, если не ошибаюсь, Матфея 15, глава 24 стих». И он вообще постоянно декларирует, что его никто, кроме евреев, не интересует. И есть там сотни трактовок, хитрых трактовок этой фразы, но смысла они эти трактовки отменить не могут. Вопли русских о том, что с ними Бог, они прежде всего догматически безграмотные. И они были категорически опровергнуты еврейским Богом еще 2000 лет назад, который твердо заявил, мне пофигу все, кроме евреев. И опровержение этой своей евангельской реплики от Матфея Бог не опубликовал. Через доверенных лиц не передавал. Поэтому, тем не менее, нет, пока. Если бы какие-нибудь боги были, возможно, жизнь была бы немножечко повеселее. И не так торжествовало бы примитивное тупое зло или тупое примитивное добро, что еще хуже иногда. Александр Глебович, ну вот 5 ноября для меня очень важный день. День рождения моей тещи, день рождения моего кумира Олега Блохина и президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. Я не знаю, кто такая Блохина. Это мой кумир Олег Блохин. Футболист великий, самый великий советский футболист. Футболисты это те, которые там мячик гоняют, да? О, Александр Глебович, ну это великий человек. По этой точки зрения, это абсолютно бессмысленное занятие, но ладно, хорошо. У вас тоже могут быть свои сладости. 5 ноября, день президентских выборов в США. Согласны ли вы с тем, что это определяющий день для судьбы российско-украинской войны? Да, конечно, потому что теперь уже понятно, что и Украина, и Россия демонстрируют предельное напряжение и максимум своих боевых возможностей, по крайней мере, на данный момент. Я понимаю, что можно все сказать про тактику зажевывания, тактику уничтожения личного состава, когда за тот же самый углидар заставляют заплатить русских 12 тысячами трупов. Но это, кстати говоря, ошибочная тактика, потому что запас вот этого деклассированного, бессмысленного жлобья, для которого единственное применение в жизни – это быть убитыми на войне, этот запас, ну, не исчерпаем, но достаточно велик. Ну, тут еще северно-корейское жлобье на подъезде. Ну, северно-корейское жлобье, я не думаю, что составит какую бы то ни было проблему. Северно-корейское жлобье не умеет воевать и не успеет научиться. Я ведь очень трезво все это оцениваю и очень трезво все это вижу. Поэтому вот эти вот разговоры о том, что она может закончиться каким-то естественным путем – нет. Я думаю, что только сверкающий меч НАТО может этот страшный Гордеев узел, этот путинский узел, разрубить. Другой силы нету, это, более того, обязанность НАТО, потому что это опасно для всего человечества. И сейчас это, понимаешь, вот нельзя, я не могу выдать какой-то точной, красивой и однозначной оценки настроения в Соединенных Штатах, потому что я-то общался преимущественно с эмигрантскими кругами. Все эмигрантские круги, которые не ВАТО, про ВАТО отдельно поговорим, они, разумеется, все проукраинские и они все истерично захарисовские. И это эти волны, эти токи захарисовские я вот прям чувствовал от каждого зала. И отношение к Трампу, ну, оно трезвое, оно правильное. Я всегда говорил, что Трамп, ну, как бы он достаточно забавный персонаж. Но мне всегда подозрителен человек, харассментер, харассментер, подозрителен, который начинает харассмент в лифте четырехэтажного дома. Вот незнакомая дама, он с ней в лифте, четыре этажа. Вот его обещание быстро разобраться с Путиным, это из этой же Сирии. Это вы проливли зависти явно. Нет, без всякой зависти, мне-то что. Меня все это давным-давно уже мало интересует. Но я понимаю, что Трамп, конечно, себя, он продолжает пачкаться о Путина, нанекая на их интимный близкий союз. Притом, в общем, я подозреваю, что даже фермеру из Айдаха понятно, что Трамп парень простоватый, достаточно глупый. И если действительно этот союз, этот альянс существует, то, конечно, Трамп там на вторых ролях. И к нему все ключики давно подобраны. И, поверьте, таких, как Трамп, советское КГБ было способно крутить на пенисе десятками. Понятно, что если действительно какие-то взаимоотношения, о которых так много поет Трамп, есть, то он фигура не номер один в этих отношениях. И тогда, да, тогда, в общем, человечеству придется опять не сладко, потому что мы понимаем, что, да, если вот рявкнет этот гром, если свершится это, в общем, правосудие с помощью натовского меча, то тут же, тут же по всей планете осиротеют и зарыдают все преступные режимы. Наступит некоторая передышка. И когда кремлевские доллары перестанут питать спятивших айитол, каких-то осадов, людоедов Африки, то завянут и загрустят лишившиеся своего настоящего папочки всякие хамасы, хизбалы, талибаны. Откроются истинные чисто российские причины сотен терактов, бедствий. И все это может немножечко починить мир. Мир нуждается в починке. Но, а вот Трамп, он все равно не является решением проблемы. При том, что, как ты понимаешь, я не гражданин США. И не мне выбирать, но, тем не менее, я в состоянии со стороны довольно-довольно трезво это все оценивать. А Харрис является решением проблемы? Ну, судя по тому, что она декларировала сегодня про диктатора-убийцу и про то, что с ним нельзя иметь дело, это уже совершенно новый и принципиально иной вектор. Понимаешь, от таких громких слов отказаться будет очень сложно. Ну и Байден называл его убийцей, да? Байден делал это по-байденовски. Он как-то себе это делал под нос, но при этом он оставлял варианты для тысячи компромиссов и затяжек. Но здесь, более того, еще виновата сама Украина, которая проиграла информационную войну. Так, я бы сказал, позорно и трагично. Но тут вас никто не учил, как надо в эти игры играть, и вы первый раз оказались в такой ситуации. Конечно, то, что произошло с русской миграцией, с русской оппозиции, тоже недосмотр Украины, которая оставила это на произвол судьбы. А ваты много в Америке? Ваты много. Мы сейчас перейдем к вате. Я просто хочу, да, я не сую никогда нос в дела Украины, и не интересуюсь, кто у вас там парохоботы, кто зельботы. И, ну, скажем так, никак ничто не комментирую. Но информационная война – это моя работа. И я вижу, что вот это вот трагическое падение очень многих сильных эмигрантствующих публицистов произошло именно потому, что Украина никогда никому ни в чем из них не помогла. Их бросили на произвол судьбы. Их бросили на зубы чекистов, которые все равно всюду снуют по всему миру, шантажируют и покупают. Если бы Украина хоть немножечко заботилась... Ладно, там я, я проживу без этой заботы. Но есть люди, которые не имеют возможности зарабатывать себе на жизнь, ну, скажем так, по крайней мере, безбедную, и которым все равно нужна была помощь. И я говорил об этом многократно. Вот пока был Антон Герасченко, и пока Антон Герасченко был в силе, эта работа велась и велась неплохо, скажем так. Но мы видим, что Украина бросила всех тех, кто встал на ее защиту. Бросила без всякой помощи. И поэтому неудивительно, что оппозиция посыпалась, начались откровенно предательские, откровенно пророссийские, откровенно, скажем так, пораженческие настроения. Началось мусоленье ненужных. Это война, в том числе информационная война. Это не демонстрация своего журналистского эка. А они начали демонстрировать журналистское эко. Вата в Америке. Вата в Америке – это удивительное явление. Все, но она столь же удивительна, сколь и удивительна вата в Европе. Но никто никогда не занимался этим вопросом серьезно. А я занялся, я перед поездкой запросил в тех городах, где я буду выступать, чтобы меня связали с нормальными людьми, с активистами, разумными, я имею в виду, антипутинскими активистами. И, как выяснилось, все эти советские люди, пригревшиеся на Западе, хорошие, хорошие в данном случае, они советских привычек-то не оставили. Они все равно ведут списочки, кто есть кто. Потому что города-то, может, и большие, да диаспоры не так велики. И когда я приезжал в город, эти все списочки мне предъявлялись. Я тебе могу сказать, что вся вот эта вот запутинская вата это уморительный контингент. Это люди, которые все в общем с уголовным прошлым, с мелким, позорным уголовным прошлым в России, с возбужденными на них мелкими делами. Это не дает повода их объявлять в международный розыск, магазинные кражи, карманные кражи, заражение поселка, в котором 4 тысячи человек, ВИЧам, заражение 40 этих человек. То есть это люди все равно бежавшие от какого-то позорчика, от бед, от передряг, и при этом испытывающие острейшую ностальгию, потому что возвращаться им в реальности некуда. Ну а что? Ну вот вернется, что это за гаражами тихо посасывать у местных алкашей или идти горбатиться ночной уборщицей и переживать издевательства ментов и всех вообще. Нет, поэтому они остаются там. Но, как правило, вот то, что я посмотрел, спички, которые мне антипутинские активисты любезно составили, я им, кстати, за это, подожди, вот давай сейчас без дурацких улыбок, они нас видят, они эту работу проделали, огромное им за это спасибо, потому что мы-то видели до этого, только вот эту всю чудовищную шелупонь с флажками и портретами Путина на груди и не задавались себе вопросом, а откуда эта вся тварь берется, почему она, почему она такая, и при этом она упорно цепляется за жизнь в Соединенных Штатах или в Европе. И все, как всегда, вот ларчики, они все очень просто открываются, надо было проделать всего-навсего эту небольшую исследовательскую работу, я удивляюсь, почему никому до меня в голову не приходило в голову это проделать. А я проделал и выяснил, что примерно 90% этой бушующей ваты это люди с мелким криминальным прошлым, у которых нет возможности вернуться, но которые мстят всем окружающим за те острейшие приступы ностальгии, которые ими владеют. Это люди, очень неудавшиеся там, но жизнь там для них все равно безопаснее, чем возвращение в Россию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!